Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Да, мы продолжаем Утро на Болткоме. Александр Шунин и Абик Элкин в студии. С 1 июля, как известно, меняются правила заказа в интернет-магазины. Точнее, получение товаров, оплаченных в интернет-магазинах. Не только, наверное, в интернет-магазинах. Вообще из стран третьего мира. Из стран третьего мира все посылки. Из стран Европейского Союза. Будем точны, да, наверное. Третьи страны все-таки. В общем, все, что вы купили, в том числе по интернету, и хотите получить, надо будет оплатить ПВН сверху. Рассчитывать на то, что стоимость вырастет на 21%. И как к этому готовится Государственная Почта? С нами сейчас на связи Марсис Вилсонс, председатель правления Латвии Спастца. Об этом мы поговорим. Господин Вилсонс, доброе утро. Доброе утро. Насколько мы понимаем, Государственная Почта разработала какое-то решение, которое позволит, во-первых, почте заработать, а во-вторых, облегчить жизнь тем, кто будет заказывать посылки, которые придут, начиная с 1 июля, из тех самых третьих стран и будут требовать растаможки, соответственно. Да, так есть. У нас будет такое приложение, телефонное для клиентов, где клиент, я надеюсь, что успешно и достаточно близко сможет сделать растаможку посылок. Ну, основной посыл – это действительно облегчение жизни вашим клиентам? Это привлечение дополнительных клиентов? Или зачем это понадобилось? Ну, во-первых, чтобы этот процесс был такой, ну, логичный и доступный для клиентов, потому что это будет, ну, такой новый опыт для всех, и для нас, и для клиентов, и для налоговой инспекции Волстения МДНС, который отвечает за таможенный процесс. Но чтобы облегчить этот процесс и клиенту помочь, мы создали вот такое новое приложение в телефоне, чтобы клиенту было легче. Но это приложение, оно действует и на Самсунге, и на Айфоне, и на прочих телефонах? Да, на Самсунге и на Айфонах. И где, ну, соответственно, скачивать, там, где обычно скачиваются приложения, это понятно. Доставкой посылок, покупок из интернет-магазинов занимается не только Латвийская почта, но и курьерские службы. Вы планируете конкурировать с ними? Ну, мы и сейчас конкурируем. Я имею в виду, что все-таки борьба идет конкурентная за вот этот рынок. Да, и это произошло и до этого. Это происходит, в принципе, ну, все время. Так что в этом плане там ничего по большому счету не меняется. Меняется в том, что вот именно тех посылок, которые будет клиент получать из третьих стран, там будет новый процесс обработки и проход там можно. И я надеюсь, что это будет, что клиенты достаточно быстро привыкнут к новой системе, и это не повлияет на общий объем посылок. Да, господин Вилсенс, когда мы в прошлый раз с вами общались, какое-то время назад были достаточно длинные очереди в почтовых отделениях. Связано это было, конечно же, с различными ковидными ограничениями. Грузы вовремя не могли доставить, потом вовремя обработать и выдать. Как сейчас обстоят дела в почтовых отделениях? Ну, сейчас, во-первых, чуть меньше посылок, потому что летом обычно клиент поменьше заказывает посылки, но сейчас этот процесс улучшился, и мы сделали тоже такие пункты выдачи для посылок, если заметить, и как палатки в Ляунеке, около 21-го отделения, 82-е, новый пункт выдачи в Пиангараксе. Так что с нашей стороны, конечно, мы достаточно много делали, чтобы ускорить этот процесс и чтобы клиент это был выгоден. Ну, надеюсь, что это в каком-то мере не получилось. Ну, конечно, до сих пор это связано в большом счете с том, что у почты тоже было это ограничение, сколько клиентов можно одновременно оказаться в почтовом отделении, и, конечно, мы тоже следили из-за этого. Из-за этого мы должны были даже закрыть некоторые кассы в Риге, которые до этого могли обслуживать клиентов. Сейчас на волне различных послаблений что-то изменилось? Не слышал, я бы что раз... А сейчас на волне различных послаблений что-то в этом плане изменилось? Ну, например, открылись ранее закрытые точки, вот только что упомянули, или можно обслуживать больше людей одновременно в зале? Вот насчет этого мы сейчас меняем наше внутреннее такое, если можно говорить, законодательство, и здесь сегодня будет много изменений в сторону лучшим, но тоже в торговом центре, конечно, поменялось, что было полегче зайти по шевый день, если так можно сказать. До этого там надо было даже взять эти покупные грозы. А корзинки? Да, корзинки, да. Корзинки, да, чтобы только поступить, войти в прошлом отделение. Сейчас это будет легче, конечно. А метраж меняется? Ну, там 25 квадратных метров на посетителя, 15 квадратных метров на посетителя. Может быть, как-то вам удастся договориться с правительством и того меньше? У нас изначально было 25 квадратных метров, потом мы получили соглашение на 15, и, ну, вот сейчас будет новое изменение, но об этом я еще не хочу говорить. Да, все-таки возвращаясь вот к этой растаможке, мы знаем, что, ну, и сегодня, когда люди получали посылку на какую-то определенную сумму, там, из страны, которая не входит в Европейский Союз, надо было, ну, вот эту процедуру растаможки производить. Для многих, особенно, наверное, для пожилых людей, это очень непростая задача. Есть ли какая-то служба, какие-то эксперты на почте, которые могут допускать за плату, но такую услугу оказать и все сделать за клиента, если так можно сказать? Да, есть такая услуга, и до этого было в почте, это почтовый брокер, конечно, это не бесплатно, бесплатная услуга, это стоит чуть меньше 4 евро, это тоже недорого. Конечно. Другие брокеры там гораздо больше деньги за это берут, но такой услуга есть, и мы здесь тоже увеличили силу, если можно сказать, и приняли еще работников, которые надеются, что поможут клиентам, и те, которые это не хочут сами делать, либо через предложение, либо через вид, такой возможный путь, да. Напоминаю, мы беседуем с председателем правления «Латвия спас» с Марсисом Вилценсом и обсуждаем в том числе изменения, которые вступят в силу с 1 июля, а именно речь идет о необходимости растамаживать посылки, которые приходят из третьих стран. Ксподин Вилценс, по поводу этих таможенных брокеров, которые работают на почте, как можно заказать их услугу, придя на место во время выдачи по номерку или как-то заранее по интернету? – Да, можно и по e-mail, и можно и по телефону. Я думаю, самый такой простой способ будет, если просто звонить на нашем информационном телефоне, и они там связываются с брокером, и я думаю, это самый простой путь. – Вы упомянули, что сейчас лето, летом традиционно посылок меньше, но неужели в ожидании вот этих изменений необходимости, считай по-хорошему, переплачивать пятую часть стоимости заказа, не стало этих заказов больше? – Апрель-май, конечно, это было гораздо больше, это был объем, в принципе, такой, как мы обычно получаем в декабре, там, в ноябре, так что эти два месяца был очень большой объем. Сейчас, перед праздником, ну, это всегда, что в июне, в середине июня, он объем уменьшается, и тоже в июле. Но так что будем смотреть, как это будет дальше развиваться. – Ну, видимо, те, кто хотел заказать предварительно, уже успел заказать и перед Лигой почте. – Кстати, немногие знают, что Латвийская почта предоставляет еще такую услугу, связанную с расчетными счетами, то есть, в какой-то степени что-то похожее на банк, может быть, несколько слов об этом, можно ли вообще за последний год или за последние годы говорить о такой тенденции, когда, ну, многие считают необходимым для получения, там, каких-то пенсий, зарплат, каких-то авансовых платежей использовать именно расчетные счета «Латвия Спастс»? – Конечно, пользуется, и достаточно много клиентов пользуются этой услугой, но на эту услугу тоже повлияло эти ограничения, которые были из-за COVID, что одновременно не смогли находиться много клиентов в прошлой объявлении, и, конечно, если била очередь, то клиент не хотел ждать, чтобы, не знаю, я плачу, почему. Но, так что, этот, на эту услугу COVID повлияло негативно, но она до сих пор, конечно, многие клиенты тоже получают, сеньор получает пенсию с доставкой на дом, и, да, клиент используется. – Возможно, есть какие-то еще новые услуги или нововведения, которые нас ждут касаемо почты в ближайшее время? – Да, я могу одну такую интересную новость подчеркнуть, что у нас будет такой совсем новый вид доставки, это будет домашний Пакумат, если можно так его называть, который развивает наша дочерная компания, и он будет называться МАЭС Пакумат. Так что те, которые клиенты уже чувствуют, что у них будет интересно, что такое услуги, то уже может регистрироваться на эту услугу, которую будем предлагать второй половине лета. – А что это такое? Потому что пока что для меня это, извините, звучит как почтовый ящик, который на стенке висит в подъезде. – Ну, изначально это будет для частных домов, что-то похожее, но гораздо больше, как почтовый ящик, и наша цель такая, что там можно получить разные посылки из Рима и Максима, например, из доставки еды. – Ну, все эти болты, волты и прочее. – Да, да, да. Всякий вид доставки, не только почтовый. И, конечно, потом еще тоже отправлять посылки, если есть такой интерес. – Действительно интересно. Вы сказали, во второй половине июля она вступит в силу? – Второй половине августа. – А, августа. Ну, я расслышал. – Ну, заказать эту услугу уже можно. – Магазь Пакума, САОВ, по-моему. – Хорошо. Огромное спасибо за рассказ о новостях. С нами был Марсис Филсон, председатель правления предприятия «Латвия Спас». Мы поговорили о будущем. Ну, во-первых, с 1 июля вступают изменения, и нужно будет оплачивать ПВН с посылок из третьих стран. И как разбираться, и услуга почтового брокера непосредственно в почтовом отделении за 4 евро можно заказать услугу специалиста, и он все бумаги оформит вместо вас. Это, на самом деле, я считаю, очень удобно. И специальное предложение мобильное, так называемая, аппликация «Латвия Спас» разработал. И вообще, я так понимаю, у государственного предприятия идет достаточно успешная конкурентная борьба с частными курьерскими службами, а это можно только приветствовать. Еще раз огромное спасибо Марису Вилсонсу. Хорошего дня, удачи, успехов. А мы продолжаем с Абиком, ходим снова на небольшую паузу, после которой у нас будет... Да, топовая тема, я бы сказал, на режим, по крайней мере. Топовая тема, представитель департамента, начальник управления организации планирования движения департамента сообщения Рижской думы орудит Ревелиня, с которым мы хотим поговорить о том безумии, которое творится на улицах латвийской столицы, все эти столбики и прочие вещи. Радио Болтком